Субтитры создавал DimaTorzok Мы жили вот в этой же квартире. С 1924 года мы здесь живём. Была большая квартира и была большая семья. У меня были папа и мама, три брата. Вот у старшего брата была жена и ребёнок. Потом перед самой войной приехала мама жены. И была ещё такая пожилая очень няня, которую мы звали все бабушка. Так что мы считаем, что бабушка у нас была. Мама была врач в детской больнице у Волкова кладбища. Там была 2-я горбольница. Она была одно время даже заведующей отделением. А я успела кончить один курс силфака в 1941 году. В самом начале войны, в начале июля, меня вызвали в комитет комсомола и очень серьёзно спросили, что у вас пятёрка по-немецкому. Можете ли вы выучить в короткое время немецкий, значит, на наших курсах и потом работать не совсем в мирной обстановке? Ну что, девочка в 18 лет, конечно, хочу. Интересно так. И вот какие-то недели две ходила я на эти курсы. С нами действительно очень серьёзно занимались. Пока не пришлось ехать на оборонительные обкопы. На станции «Пудость» мы копали противотанковые рвы в течение приблизительно месяца. То есть, я бы сказала, числа с 20 июля примерно по 20 числа августа. Но там много было, так сказать. Мы ещё не понимали по-настоящему серьёзности положения. То есть, у меня не было чувства, что, скажем, как у некоторых там два месяца, и мы всех победим. Но всё равно по-настоящему серьёзности не понимали положения. И было, в общем, довольно весело. Несмотря на то, что над нами шли и воздушные бои, и там мы попадали под осколки, а потом через нас обстреливали Красное село с Пулковских высот. Ну, в общем, да, потом в 20-х числах августа, когда было сильное немецкое наступление на Пулковском как раз направлении, мы буквально часть пешком, часть на электричке как-то добрались до Ленинграда. Добрались мы до Ленинграда. И тут оказывается ситуация такая, что вот больница, где работала мама, они должны ехать в Ярославскую область обслуживать больных детей, больных эвакуированных в основном детей. Вот. Ну, я понимаю, что маме, конечно, очень не хотелось, чтобы я работала переводчиком, не знаю, где, может быть, и на фронте. И она сказала, и причём она сказала совершенную правду, что у них действительно из больницы забрали на фронт всех опытных сестричек, что у них совершенно нет сестёр, и что, в общем, поскольку я, ну, во-первых, латинские буквы знаю, значит, могу прочесть как-то рецепт, во-вторых, я не боюсь маленьких детей, потому что у меня племянник рос, так сказать, на моих глазах, на моих руках, вот, так что умеешь обращаться с маленькими, всё, значит, вот, иди к нам работать, потому что совершенно вот никого нет. Ну, действительно, никого не было, потому что набрали они, бог знает, каких сестричек там тогда, вот. Вот, и я пошла работать к ним. Сначала первое, что мы делали, мы кроватки возили на финляндский вокзал, потому что только с финляндского вокзала была возможность выезда. Ну, когда мы детские кроватки эти все свезли, вот, как раз замкнулось кольцо блокады. Восьмого сентября, я помню очень хорошо этот день, я не работала в этот день, или просто рано освободилась, и мы с подругой пошли в кино, вот, там на Большом, где был кинотеатр «Молния», где сейчас «Мираж Синема», вот, и пошли смотреть. Антон Иванович сердится тогда, значит, вот, показывали. Когда кончится фильм, нас никуда не выпускали, потому что была тревога страшная, мы были там в подворотне, стояли и видели зарево Бадаевских складов. Вот, и тогда впервые как-то я серьёзно очень отнеслась к тому, что происходит. Вот, и дальше пришлось эти самые кроватки, которые мы только что возили на Финлянский вокзал, везти обратно на Волховку. Вот, ну, перевезли кроватки и стали там разворачивать снова больницу. Но поскольку разворачивались больницы постепенно, вот, и мы были все достаточно неопытные, нас отправили все к больнице у Рауфуса, новых сестричек, набранных на практику как бы. То есть нас учили там, просто учили самым элементарным вещам, как делать уколы, как делать ту или иную реакцию, как там делать детям горчичное обёртывание или что-нибудь в этом роде. В общем, мы там работали. Но уже в сентябре, когда мы там работали, уже начались бомбёжки. И немецкие самолёты прилетали очень чётко в 20 минут восьмого вечера. Вот начиналась тревога 20 минут восьмого. И вот, значит, мы идём к остановке обычно вот у Зелянского вокзала, второй советской. И стоишь, и смотришь на эти часы, как стрелка идёт, идёт, идёт. И вот, вот-вот сейчас будет. И в то же время уже трамваи плохо ходили. И уже боишься даже, не знаешь, что лучше, то ли идти, то ли стоять и ждать. А как раз только пойдёшь, тебя трамвай догонит. В общем, обычно стояли. А когда начиналась тревога, постепенно, и трамваи останавливались, пытались постепенно продвигаться к дому. Но поскольку тревога, то пройдёшь там от ворот до ворот, тебя загоняют. Постоишь, постоишь, опять пойдёшь. Там команда какая-нибудь подбиралась, две-три девочки. И, значит, бегали мы. Но бегали по Невскому вот так вот. Но дальше Дворцового моста уже идти было нельзя, потому что тут уже довольно строго проверяли пропуска. Иногда тревога очень долго тянулась. Я помню, что как-то попала я по дороге в театр, в кукольный театр на углу Садовой, и там сидела до двух часов ночи. Ну, потом, ладно, так. В общем, как-то мы провели сентябрь. Потом, в начале октября, когда я работала там в больнице Рауфуса, позвонили с Волковки, что у них нет никого остаться дежурным на ночь вот на одном отделении, и не пошлют ли сестричку. Но послали меня. Попала, значит, как кур вошиб, потому что всё-таки опыта очень мало, а тебе сразу дают и лекарственный лист, и лист диет. И, ну, правда, мало тогда было детей, там человек 12 на отделении, и вот этих детей, значит, надо вот обиходить. Ну, потом к работе, в общем, я привыкла. И работа меня, сама по себе работа, не очень угнетала. Угнетала только тем, что дети умирали. Причём так вот дети лежали... Ну, у нас разные были на отделении. Была палата грудничков, была палата более старших. Родители почти никому не ходили. Ну, это понятно, потому что, во-первых, идти тяжело, доехать тяжело. Потом вообще работали долго. Потом вообще кто-то, может быть, и погибал за это время. Не знаешь. Ну, в общем, это вот были дети наши. Детская больница, да? Это детская больница, да. Детская больница. А попытка их эвакуировать... Уже тогда не было. Вот это было как раз время, самое страшное, когда ещё дорога жизни не была, так сказать, налажена. И, так сказать, это было только начиная с февраля. Вот. А, так сказать, уже город был отрезан. Но эта больница была ещё, я понимаю, из хороших. У нас очень хорошая была главврач, очень внимательная, которая жила при больнице и даже ночью иногда приходила посмотреть, всё ли у нас в порядке, как, значит, дети накормлены, дети спят, ли дети, и так далее. Вот. И она организовала так всё, что детей кормили три раза в день горячей пищей. Как это у неё получалось, я не знаю. Вот. Но, в общем, хоть какая-то каша, хоть что-то, причём иногда на соевом молоке. Причём некоторые дети не ели соевого молока. Опять беда, не знаешь, чем кормить. Потом, значит, каша, вот какой-то супчик, не знаю мы, из чего, часто из хряпа, то есть зелёных вот листьев капусты. Вот и вечером какая-то кашка. Ну, в общем, всё это было. Ещё было какое, так сказать, тяжёлое испытание там. Это кормить детей. Потому что, ну, Господи, всё время еды-то не хватает тебе, а тут, значит, приносят там кашу им. Вот. Кормить. И вот всё время вот такое ощущение, что и есть хочется, и нельзя ребёнка объесть. И вот так вот мучительно, я помню, мы их кормили. И один раз, я помню, как раз у меня утром умерла девочка одна, а мне уже на неё поднесли кашу тут. Я буфетчице говорю, Аля, знаешь, ты мне принесла лишнюю кашу, вот у меня девочка умерла. Говорит, ну, ты, говорит, посмотри на себя в зеркало, кого-то сама похожа, ешь, говорит. Можешь съесть с чистой совестью. И вот я ела эту кашу. И вот эти дети на меня смотрели, ну, им, конечно, всем дали, но всё равно мало. Вот смотрели голодными глазами, я ела и давилась, я имела право съесть эту кашу. Но это было ужасно, конечно. Самое страшное началось, когда остановился транспорт. Причём это всё было, так сказать, постепенно. Значит, сначала они просто плохо ходили, потом вообще трамваи встали. Это было где-то вот так в декабре. И нам пришлось ходить отсюда с мамой. Ну, взяли план. Мой младший брат промерил линейкой, где, какой путь короче. И если мы сначала ходили, вот как трамвай ходит, значит, по Невскому и так далее, 12 километров, а значит, он нашёл нам путь 8 километров. Через Троицкий мост, там через Садовую, потом на улицу Ломоносова, на Разъезжую мы выходили. Там, а потом, значит, нам показали девочке, кто жил в том районе, как пройти вот через проходные дворы там. Так что, в общем, 8 километров было. Вот. Ну, можно было, конечно, так сказать, сдать карточки туда на питание и жить при больнице. Это предлагали. Но у нас была такая семья, что оставлять, в общем-то, нельзя было. И просто весь паёк делился поровну. У нас так, значит, у отца, как у сотрудника института, там была рабочая карточка, у мамы рабочая карточка. И у меня, так. Потом, значит, жена моего брата, она не работала. Там маленький ребёнок, её мама не работала. И братишка, значит, у него ещё была детская карточка, по-моему, 12 ему было лет. Вот. Но всё равно это же мало. 125 грамм хлеба, это, в общем, не хватало, конечно. Так что просто, мама взяла образы правления в свои руки. Она была человеком довольно решительным и справедливым. Мы получали хлеб, значит, на все карточки, там, на 8 человек. Мама резала и разрешивала порции, значит, чтобы всем было поровну абсолютно. Потом она решила ещё вот такую вещь, она твёрдо установила, чтобы каждый день хоть что-то, какой-то жидкий супчик, но чтобы что-то было, было горячее питание. Вот. Люди часто, ведь, гибли ещё от чего? Что вот получат паёк, сразу за два дня съедят, а потом сидят на хлебе и воде. Мама всё железно делила, ну, буквально хоть две макаронины в супе, но чтобы был суп горячий обязательно каждый день. И чтобы на утро оставался кусок хлеба, чтобы люди не уходили на работу, кто работал, вот, в частности, я, там, ну, отец одно время, пока институт не, значит, был, он работал, и она сама, значит, чтобы мы не уходили голодные. Вот. А это тоже своего рода испытание, потому что там интересный такой, такой психологический момент. Вот человек хочет оставить действительно хлеб на утро. А тут начинается тревога. Тревога, бомбёжки, и человек думает, ну, разбомбят, а хлеб останется. Всё, съем лучше. Вот так вот. Но мама твёрдо не давала. Вот. Ну, в бомбоубежище спускалась только вот моя невестка с маленьким. Вот. А мы первое время как-то почему считали, что на лестнице более безопасно, чем дома, я не знаю. Но потом где-то вот в середине октября как раз мама себя плохо чувствовала, сказала, нет, не пойдём. Я не пойду в бомбоубежище, не пойду на лестницу, останусь здесь. Ну, мы все остались здесь. Так. Но все жили в одной комнате. Вот у нас это большая квартира. Там вот комната есть побольше этой на той половине. Двадцать, там, пять метров, скажем. Главное, что холодно. Так что мы поставили железную печку, буржуйку. Вот вывели трубу в такой вот камин. Там камин такой же, вот, точный. Вот. И топили. Ну, топили, чем придётся. У нас, к сожалению, довольно быстро украли дрова. У нас, значит, были... Тогда вообще парового у нас не было отопления. У нас были только вот печки такие в комнатах. и были у всех, так сказать, такие в подвалах были отсеки, которые запирались на замок, и в каждом отсеке, значит, хранились дрова. Но у нас кто-то сбил замок, все дрова почти украли. Так что вот, ну, какими-то оставшимися щепками, какими-то старыми стульями. Вот. Иногда даже... Я помню, мой дядя принёс какие-то книги старые. Вот. Причём я даже сейчас понимаю, он принёс какое-то чуть ли не первое издание Ленина, где там Троцкий фигурировал, и все, в общем, так сказать, Торцкие стезиновьевцы. Так что вообще опасно даже было дома хранить такое. Я не знаю, как он хранил раньше, но факт то, что он сказал, вот жгите это. Так что это мы жгли. Но это буржуки. Там была плоская поверхность. Значит, готовили вот еду, грели чай и сами грелись около неё. Так. Все кровати стащили, туда в ту комнату и в той комнате, в общем, спали, не раздеваясь, честно говоря, потому что стирать было невозможно. У нас же очень плохо с водой здесь, потому что рядом нету никакой реки, до Карповки довольно далеко, я уж не говорю, до Невки ещё дальше. Вот. И тут обнаружили только что. Да, вода-то вообще, так сказать, водопровод не работал, но обнаружили, что вот есть тут близко от нас, на Гатинской, в одном бомбоубежище идёт вода. Идёт вода из крана, еле-еле, но туда люди ходили с бёдрами в очередь. Я помню хорошо, как я ходила с бёдрами в очередь. Очень страшно, конечно, было, что вдруг опрокинешь это ведро, вдруг что. Но как-то, в общем, таскали эти бёдра. Бабушка умерла всё-таки в январе, причём у неё был своего рода голодный психоз. Это было у некоторых людей. Страх, что вдруг чего-то не хватит. И вот она кусочки всё время прятала под матрас, втайне от нас как-то не замечали, но я там работала, мама работала. Как там она прятала? Потихонечку. Потому что, когда она умерла, мы нашли там огрызки, объедки, кусочки и даже плитку шоколада. Я помню, нам к 7 ноября выдали всем на человека по плитке шоколада с изображением Авроры. И вот... Бабушка, а что ты не ешь шоколад? Да мама всем раздала. Что ты не ешь шоколад? А я уже съела. А потом мы её нашли вот под этим... под матрасом у неё спрятанная. Вот. Она умерла где-то вот в начале января. Ей было всего-то... по нынешним временам немного 71 год. вот как её хоронили. Теперь дальше. Значит, ну, гроб достать в это время, деревянный нормальный гроб, это, в общем, было, по сути дела, невозможно. Так что покойников зашивали в какой-нибудь... в одеяло, в простыню. Ну, я помню, мы бабушку зашили в одеяло. И... значит, пришлось нанять даже человека за хлеб, чтобы довёз её на саночках до этой самой... ну, до первого медицинского. Вот. потому что вообще везти куда-то на кладбище это было, ну, сверх сил. Потому что... Или нужно было очень много хлеба отдать этот человек, чтобы довёз. Вот. Она, значит, туда свезли. И я как раз её провожала. И вот как раз там я... Ну, как-то, когда ходишь по улицам, я не так часто попадала на вот замёрзшие трупы. А там, очевидно, свозили. И вот там был сарай, мимо которого мы там проезжали как-то там во дворе. И там были вот раздетые люди, закоченелые, в разных позах невозможных, которых подбирали просто на улицах. Вот. Это страшное дело. Вот. Очень страшный был ещё один эпизод, я помню. Мы с мамой шли как раз на работу. Это было в декабре. И была оттепель. Единственная оттепель за всю зиму. И вот этот полурастаивший снег, вот эта каша снежная, мы идём, значит, ноги еле-еле ворочаются. И вот маме где-то там, ну, примерно на улице Ломоносова, она почувствовала себя плохо. Вот. Посидим, говорит, немножко. Мы сели на ступенечки какие-то. Вот. Ну, пойдём. Дальше. И вот она говорит, что если бы меня не было с ней, то она бы погибла. А из-за меня она боялась погибнуть, потому что, ну, я же не уйду, я же буду с ней сидеть. Я тоже погибла. Вот. Ну, и, в общем, вот так поддерживая друг друга, со страхом таким, я помню, как мы шли. Ой, как мы шли ужасно. И вот уже дошли, когда до, вот как раз такой вот поворот где-то, где вот эти литераторские мостки, там налил поворот, там какая-то была будка трамвайная, потому что там у некоторых трамваев было кольцо. И мама села в эту будку, говорит, иди в больницу скорее, чтобы за мной пришли. И вот я помню, как я бежала, то есть я, наверное, не очень бежала, но у меня ноги заплетались, в снегу вязнут, но я прибежала и сказала девочкам там сразу бегите, Вере Ивановне плохо, она там сидит в этом в будке. Ну, они привели ее, ничего, в общем, как-то, знаете, когда сразу приведешь и сразу дашь чего-то горячего поесть, попить, и немножко согреться, в общем, ничего. Но я отлично поняла при этом, как вот это люди помирают по дороге. Это было совершенно ясно. Вот. Ну, потом, что еще нас спасало, это то, что вот главврач, следящий за всеми своими сотрудниками, она по очереди, там, так сказать, вернули и взрослые отделения дистрофиков, она по очереди всех клала недели на, две, на три на койку, как говорится. И вот после этой истории с мамой она говорит, Вера Ивановна, я хочу положить вас на койку. Она говорит, нет, меня, не кладите у меня, муж плох, и, значит, положите моего мужа. Она сказала, ну, хорошо, привезите его. И вот мы на саночке его посадили и вдвоем, в общем, втроем, там мой младший брат помогал тоже, значит, втроем везли. Везли, слава богу. И там вот он лежал на отделении дистрофиков. Потом в конце января она меня сказала, что надо положить. Ну, у меня совершенно вот был такой упадок сил в это время, что мне поднять на весы грудного ребенка было страшно тяжело, я помню, это ужасно. Вот. Ну, положили на койку и, слава богу, я считаю, что и от темы она спасала своих сотрудников, безусловно. В общем, так вот оглядываясь назад на блокаду, я считаю, что, конечно, если даже нет особого прихода, как говорится, продуктов, но если они вот так вот жестко нормируются все время, и все время люди получают горячую какую-то пищу и горячий кипяток, вот, то можно прожить все-таки. Худо-бедно, но очень можно, очень, очень трудно, очень тяжело. Может быть, если бы нас не клали на койку, то кого-нибудь мы бы еще потеряли. Ну, вот так. Потом, значит, в конце февраля я вышла, с Коякиночной, продолжала там работать, потом уже в это время наладилась эвакуация по дороге жизни, и мы эвакуировались с этим самым институтом Покровского. А когда примерно? Это было 19 марта. Да. Было еще очень холодно, ночью был страшный мороз, а днем солнце уже грело, снег начинал таять, но лед-то был на озере очень крепкий еще. Мы совершенно так вот не чувствовали, чтобы что-нибудь. Надо сказать, что эвакуация была организована очень хорошо. всем выдавали эти эвако-свидетельства и норму хлеба на несколько дней. Потом надо было так, до Ладожского озера ехать таким дачным поездом. Обычно до станции Борисова-Гривы или Ладожское озеро вот туда. и там уже садились в машины, а тут мы ехали, правда, ехали очень долго, потому что то бомбежка, то обстрел. В общем, мы ехали фактически целые сутки. Но поскольку хлеб все-таки было, можно было чего пожевать, так вот как-то опять же добрались. И кроме того, когда вот садились в вагоны, нам все-таки всем дали по порции опять же горячей еды. Это твердо по ивакосвидетельствам, там ставили шнампик и дали какие-то макароны с чем-то там. В общем, вот так вот. Потом приехали мы на Ладожское озеро, и там, значит, довольно регулярно подряд шли машины через озеро, ну, через узкую так вот часть. Причем навстречу нам по дороге жизни все время шли машины в Ленинград. Шли машины в Ленинград. Видно, что с мешками, с тушами даже мясо, вот, и так же чувствуют, что все-таки какая-то поддержка есть. Потом, значит, очень холодно было, конечно, на открытых грузовых машинах перебираться через Ладожское озеро. Все, что можно было на себя надели, а мы вот ехали через озеро, потом в теплушке погрузились, вот, и вот в теплушке ехали до Есентуков. Субтитры